Я пёс. А вот кто ты, мы пока не знаем. Но я знаю одно. У нас есть общее. Мы оба ненавидим гитарные кабели и любим нюхать дамские попки. Не стыдись. Я могила. Когда я вижу гитарный кабель, между нами словно натянута нить. Но на днях моему бате засылали беспроводную гитарную систему X-Wife. И моя жизнь потеряла смысл. Ты только что разговаривал с псом. Но мы здесь не по этому. X-Wife. Это штука, которая изменит твоя жизнь здесь и сейчас. Это магия. Это будущее. Это как беспроводные тампоны. Больше никаких верёвочек. Помните ламповые телевизоры такие деревянные? У меня был Соловутич. Я помню. Мне приходилось бегать каждую рекламу, а их было много переключать каналы. Потому что я был самым маленьким в семье. Ну, я был единственным ребёнком. И помните тот момент, когда вы впервые купили телевизор с пультом. Тот самый момент, когда вы стали выше других. То же самое с беспроводными гитарными системами. Когда ты выходишь на сцену и подключаешься. Обычно ты один такой за вечер. Подключаешься к своей беспроводной системе и ты становишься выше других. Это тот самый момент превосходства. Все остальные теперь люди на верёвочке. Перейдём к делу. Данная система поставляется вот в такой вот замечательной коробочке с бумажками. И вот таким вот кабелем зарядки. Он двойной, чтобы заряжать сразу два устройства. Это приятно. Но почему-то ребята из X-Wife решили, что мы все мажоры. У нас уже есть телефоны с зарядкой. Поэтому башка в комплект не входит. Но мы здесь пришли не анбоксингом заниматься. Что нас интересует в беспроводной системе? Это, во-первых, дальнобойность. Насколько далеко она бьёт. Насколько стабильно она бьёт. Вот. И, собственно, насколько она жрёт сигнал. Вот. Две основных вещи. Для этого я сначала хотел записать красивый тест, где я на улице вотнусь в комбик, поставлю камеру, начну отходить, пока сигнал не исчезнет. Но потом я вспомнил, что если с вещью рядом в 10 метрах никого нет, то она автоматически становится общей. Поэтому стыбритый комбик и камеру обменять потом на туалетную бумагу. Для теста я купил, специально для теста купил квартиру в новостройке, чтобы получить максимально приближенные условия к концертным, то есть максимально засранный Wi-Fi и кучу непонятных звуков. Кстати, данная система работает на диапазоне 2,4, хоть и со сменой каналов. И мой маленький технокритик, если ты уже пытаешься написать мне, что 2,4 это отставая, что сейчас время 5 ГГц, то 2,4 намного дальше, дальше. Нам нужна дальнобойность, дальше бьет, чем 5 ГГц, поэтому даже более дорогие системы делаются в этом диапазоне. И, естественно, с переключением каналов. Перейдем к тесту, начнем со звука. Для теста на сигнал мы взяли максимальный сингловый инструмент с минимальным выхлопом, с минимальной компрессией и воткнулись по кабелю напрямую в звуковуху. Будем писать DI-сигнал, чтобы посмотреть, что происходит именно конкретно с сигналом с гитарой, когда мы меняем кабель на, собственно, систему беспроводную, майте ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну а чтобы глянуть на дальнобойность, я подключил систему вот в такой вот комбик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звук есть, мы переходим на телефон и, собственно, погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас в самом дальнем угле моего жилища и с уверенностью заявляю, что через две стены из говна привет строитель компании Капитал-62 пробивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, вы сами все слышали или не слышали, и чтобы не засорять эфир своей выпендрежностью, как я умею читать, сейчас все технические данные будут на вашем мониторе, да? Так тоже можно было. Что же, что нас интересует после качества сигнала, это, конечно, реализация, то есть дизайн, удобство, сколько держит зарядку, вот все вот это вот. Начнем с, собственно, реализации, то есть с качества изготовления. Все классно, очень-очень крепкий кончик джека, который гнется во все возможные стороны. И благодаря такой конструкции вы можете вставлять систему в абсолютно любые отверстия, то есть будь то SG, Jack и Bones, не знаю, ваш питомец, и оно будет передавать сигнал. Далее, что еще важно, максимально доступно, буквально на 9 из 10 реализовано управление. 9 из 10, потому что я все-таки умудрился затупить, что куда вставлять. Ну, трансмиттер, запомните, это в гитару, а ресивер это в камбаре. Что ж, здесь всего один выключатель on-off, и всего одна кнопка. Включаешь, втыкаешь, нажимаешь on-on, дальше единственную кнопку нажимаешь здесь и здесь, и все, работает. То есть с этим все замечательно. Единственное, что я бы по дизайну сделал минус, просто потому что вот этот вот логотип X-Wive, он прям-таки во всю систему, так сказать. Я считаю, что на имя сначала нужно как следует поработать, а потом уже на нем зарабатывать. То есть, например, кто-нибудь может случайно залепить этот логотип изолентой, чисто случайно, и тогда он не сможет отличить, где трансмиттер, а где ресивер, например, я. То есть вот за это тоже небольшой минус субъективный, не спорю. Что по задержке? Задержка есть, она до 5 миллисекунд, и это немного, это не чувствуется при игре, скажем, в нормальный комбай. Но, если ты такой модный, стильный, пришел на репетицию только с iPad, воткнулся в iRig, воткнулся, собственно, в планшет, да? Давай, тыкайся, не позорь меня. Вот, оставил все это где-то там на микшере, воткнулся, собственно, в гитару и весь такой кайфовый играешь, то, естественно, 5 миллисекунд складываются с 5 миллисекундами в планшете. Или, например, если ты захотел весь педоборт вот так вот вместо патчей гарнитурами затыкать. Ну, мало ли, какие люди меня еще смотрят. Так вот, в этом случае задержки суммируются, это надо тупо учитывать, считать. Что по зарядке? Заряжается примерно 2 к 1, максимальное время работы 5 часов. Это нормально для такого устройства. То есть, тебе хватит, в принципе, 15 минут, чтобы зарядиться и отыграть получасовой сет. То есть, 2 к 1, да? Час зарядил, 2 часа поиграл, и в такой манере. Что касается того, что эта штука работает на аккумуляторах, потому что обязательно, мой юный технокритик, найдется тот, кто скажет, вот, я отдам бешеные бабки, а аккумулятор когда-нибудь сдохнет, и что мне с ней делать? Лучше бы сделали батарейки. Так вот, ребята, у меня есть вот столько вот тюнеров гитарных, и из них многие сделаны на батарейках, а вот один заряжается по USB, как данная система. И так уж получается, что тюнеры, сделанные на батарейках, частенько ограничены в цветовой палитре, да? В анимации. Какая-то... Ну ладно. В общем, они ограничены, чтобы экономить батарейку, потому что батарейка садится. А сейчас батарейки, знаете, сколько стоят? Сейчас крону, я видел, 423 рубля. Скоро можно зарплату в батарейках изменять. Типа, средняя зарплата в моем городе получается 50 батареек. Не так уж много. Так вот, в то время как USB, он весь такой яркий, сочный, многофункциональный. И я его зарядил 2 месяца назад, а у него до сих пор 3 палки. 3 палки, все знают, что это нормальный результат, в общем-то. И поэтому я могу быть уверен, что данный тюнер я смогу зарядить еще как минимум 99 раз. А вот смогу ли я поменять вот в этом тюнере батарейку 99 раз, здесь я не уверен. Поэтому я считаю, что то, что они заряжаются от USB, это удобно и это плюс в наше время. Ну и давайте плавно перейдем к окончанию. Что касается цена-качество. Здесь, наверное, 8-9 из 10, потому что альтернатив как таковых цифровых станций со сменой сигнала, вот такую реализацию в таком качестве я назвать не могу. Мне попадался какой-то жуткий алик, мне попадался всякий типа GP Technology, но там сигнал резался прямо-таки на слух, прямо это было заметно, вот, сразу воткнул, не надо никакие тесты и обзоры делать. Что касается, кто такую штуку будет покупать. Ну, здесь или тебе уже деньги девать некуда, ты прям заедешься, такой диванчик мажорный, да, то есть, ну и почему бы и нет. Или же ребята, которые, в общем-то, выступают. То есть, концервная история, как и должно быть, и студийная история, это не должно касаться. То есть, мы сейчас чисто для тестов тыкались в звуковуху. На самом деле, все дом писать будут, естественно, через кабель. Хотя, я думаю, найдутся, кто будет через систему писать. Но смысл не в этом. Смысл в том, что если ты профессионал, если от тебя требуется максимум, да, то ты будешь смотреть, конечно, не в сторону X-Wave, да, а в сторону топчика, в сторону максимума. Потому что не должно быть никаких проблем, никаких, вот ты готов переплатить любые деньги, возможно, они не окупятся, но тебе надо покупать что-то статусное, да. Если же, история не об этом, если же ты только начинаешь свой путь, то в очередной раз скажу, то, что если ты вздумал купить себе вторую гитару, скажем, тысяч за пятьдесят, там, причем такую-то среднюю получается, чтобы дать толчок твоей команде, чтобы улучшить ее звук, вы наконец-то добились новых высот, лучше на эти пятьдесят тысяч, купи какой-нибудь фотик, да, зеркалку с Авито, тысяч за восемь буквально, можно купить нормальную, начального класса. Купи какой-нибудь Zoom, там, тоскам, прототивное устройство записи, да. Купи на эти же деньги, можно купить сюда еще свет, какие-нибудь две башки вращающиеся, какой-нибудь бюджетный стробоскоп, дым-машину тысяч за восемь, десять, можно купить стаймер, чтобы она во время выступления или видосик отпускала все это, да. Можно купить сюда же ушной мониторинг дешевый за три-четыре кэса, можно купить вот такую вот станцию беспроводную, кучу-кучу всего. И это все будет полезно. Ты сможешь снимать презентации, приглашения для своих концертов, ты сможешь снимать нормальные фоточки, записи с репетиции, ты сможешь снять концерт с нормальным звуком, картинкой, да. Ты, с которым сможешь в том отправить, для того, чтобы добиться, получить более крутые концерты, ты сможешь выделиться на шоу своим светом, все расставить, что у вас все серьезно с оформлением, с дымком, да, там, понизу хотя бы. Ты сможешь, в общем-то, перемещаться по сцене, ты вставишь эту штуку в педалбор, ты сможешь бегать по сцене и не запутывать в своей тентакле участников по твоему музыкальному коллективу. Ты тоже плюс, у тебя будет ушной мониторинг. Вот это все, это все прям реально много и полезно. А новый инструмент, новая гитара, если у тебя старая вполне себе такая же, под сомнением, так что подумай. Все, на сегодня все. Сзади меня сегодня была ненуждающаяся в представлении Ирины Майера. Скинуть песику на Ахавчик ты можешь по ссылочкам в описании, подписаться на меня ВКонтакте, там я публикую уникальный контент. И в Инстаграме, там я говорю, что когда выйдет, ты можешь тоже по ссылочкам в описании. Все, пока. Напиши комментарий, как тебе, видос. И люби. Люби, любовь, любя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!